Боевой армейский резерв страны или БАРС – проект взаимовыгодный. Минобороны получает 100 тысяч, можно сказать, команды с запаса, резервисты, выполняющие темы льготы. И плюсов здесь пока больше, чем минусов. Начнем с того, что никуда уезжать не придется. Все сборы будут проходить на базе Рязанского десантного училища. Есть тут и финансовая выгода, пусть и небольшая. При заключении контракта будет получать 12% от денежного довольствия по своей должности, на которую он предназначен. Вроде бы, да, 12% – это немного, но мы понимаем, что гражданин находится на своей работе по гражданской специальности, он находится в семье, он продолжает жить обычной жизнью, но заключив контракт, он получает 12%. Что это такое? Это для офицера порядка 3-5 тысяч рублей, для солдата 2-3 тысячи рублей в месяц. При призыве на сборы или для выполнения других задач, он будет получать денежное довольствие по своей специальности, по военной. При этом мы компенсируем им предприятию, где работает гражданин, его среднюю заработную плату. Если он находится безработным, то, соответственно, компенсируется пособие. Но согласитесь, ежемесячно получать 5 тысяч за 3 дня мобилизации, а раз в год и вовсе целый офицерский оклад – вполне себе неплохая перспектива. Впрочем, деньги здесь второстепенны. После заключения контракта перед резервистами откроются двери всех медицинских учреждений Минобороны. Есть резон стать бойцом БАРСа и у тех, кто не добрал в свое время стажи для военной пенсии. Все идет в зачет. И это не считая бесплатного питания, обмундирования и страховки. Обращаться необходимо для заключения контракта в те районные военкоматы, которые приписан гражданин. Там все порядок действий, все знают. Там пишется заявление о согласии поступить на мобилизационный резерв. А контракт уже будет заключаться непосредственно с начальником нашего десантного училища. Там же будут проходить сборы. Первые сборы для резервистов уже в ноябре. Кандидатами могут стать практически все солдаты и офицеры запаса. Возрастной ценз присутствует для младшего офицерского состава 42 года, для старшего – 57 лет. Наркоманов и людей с уголовным прошлым просьба не беспокоить.